Если ты устала от одиночества, если тебе надоело, что мужчины причиняют тебе только боль и страдания, если ты устала от отношений, в которых ты выкладываешься на 100%, но мало что получаешь взамен, если тебе надоело быть сильной, и ты сыта по горло вот этой игрой в я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик, если тебе кажется, что всех классных мужчин уже разобрали, если ты отчаялась встретить свою настоящую любовь, если ты меняешь мужчин, но ничего по сути не меняется, если тебе кажется, что выйти замуж – это удел избранных, а ты недостаточно хороша, чтобы быть чьей-то женой, если тебе надоело постоянно заслуживать любовь мужчины, я приглашаю тебя на новый курс «Сила любви». Это потрясающий курс о том, как обрести взаимную любовь и счастливые отношения. Я, Виктория Исаева, поделюсь с тобой теми техниками, психологическими секретами, теорией и практикой, которые вот уже 18 лет помогают мне строить и развивать счастливые отношения с мужчиной моей мечты, который также является моим мужем. Настоящая любовь – это не удел избранных, это не роскошь, это право каждого из нас, право, которое дается нам от рождения. И я предлагаю тебе открыть силу настоящей любви в самой себе и притянуть счастливую любовь в свою жизнь. Регистрируйся прямо сейчас по ссылке в описании к этому видео. Количество мест ограничено, и чем быстрее ты запишешься, тем дешевле обойдется тебе этот курс. Как вернуть бывшего? Девочки, я вам просто клянусь, если я еще один раз услышу этот вопрос у себя в эфире или увижу его в директ, у меня, я не знаю, у меня глаз задергается, я уже не могу отвечать на этот вопрос, поэтому я решила снять видео, чтобы раз и навсегда у вас был готовый развернутый ответ. Вообще, когда вы мне задаете такой вопрос, я понимаю, что все истории про вернуть бывшего это в первую очередь история очень большого недоверия к миру и колоссальной недооценки самой себя. То есть фактически в вашей жизни появился некий, например, Николай. Николай был, и по какой-то причине Николай сплыл. Что сделали вы? Вы поставили Николая на пьедестал и объявили его своим личным потолком. Вы сказали, Николай – это максимум того, что я могу себе позволить. Николай – это самое лучшее, что со мной могло случиться. Я не верю, что в этом мире мне встретится мужчина более интересный, более красивый, более сексуальный, более обеспеченный, более успешный, более подходящий мне. Николай – это вот тот максимум, которого я достигла, и лучше в моей жизни уже ничего не будет. Ну, как вы понимаете, это очень серьезная недооценка мира и его возможностей, и того, что он вам может предложить. Ну и, конечно, это очень серьезная недооценка самих себя. Потому что наверняка вы знаете, что, блин, ну есть мужчины посимпатичнее вашего Николая, есть мужчины побогаче вашего Николая, поинтереснее, поумнее вашего Николая. Вы знаете, что такие мужчины есть. Вряд ли вы встречались с Владимиром Путиным, или с Дэвидом Бэкхэмом, или с Брэдом Питтом. Вы встречались просто с Николаем. И вы наверняка знаете, что мужчины лучше есть. Но просто, видимо, вы считаете, что вам мужчина лучше не светит. В вашем слое мира его нет. Поэтому прежде, чем вписаться в эту гонку за многострадальным Николаем, задайте себе вопрос и будьте максимально честны. Я правда готова признать, что это мой потолок, что мужчины лучше я не заслуживаю. И что мужчины лучше в этом мире просто не бывает. Ответьте себе честно. Если действительно вы считаете, что не жить вам без Николая, окей, тогда сегодня я вам дам инструкцию, как вы можете его вернуть. Ставьте лайк, если вы знаете, что мои лайфхаки про отношения работают и уже убедились в этом. Подписывайтесь на мой канал, чтобы обрести счастливую любовь. Обязательно жмите колокольчик, чтобы мы с вами встречались в прямых эфирах. Я могла ответить на любые ваши вопросы, кроме как вернуть мужика. Ну что ж, поговорим о том, почему мужчины уходят и как их вернуть. Точнее нет, почему мужчины уходят я уже рассказывала вот в этом видео. Пожалуйста, посмотрите, почему действительно происходит расставание и почему мужчина, который еще вчера на вас молился, сегодня вам не перезванивает и вообще всячески сливается. Ссылку даю в описании к этому видео и вот здесь вот в прикрепленных видео. А сегодня мы именно поговорим о том, как вернуть мужчину. Для того, чтобы мужчину вернуть, вам нужно диссоциироваться. Объясню, что это значит. Когда мужчина уходит, мы обычно формулируем это понятие «мужчина ушел от меня», значит, со мной что-то не так. И дальше начинаются бесчисленные фантазии на тему, что же со мной не так, в чем же я недостаточно хороша. Ну, согласись, ты это сейчас делаешь наверняка. Так вот, мужчины уходят не от женщины. Они уходят не от кого-то. Мужчины уходят от чего-то. Другими словами, твой мужчина ушел не от тебя, а от чего-то в тебе. И вот от чего в тебе ушел мужчина, тебе и нужно понять. Другими словами, Петя уходит не от Маши. Он уходит от того безумного контроля, которым Маша его задушила. Петя уходит не от Варе, а от Вариной безумной эмоциональности, когда она по каждому поводу просто выдает ему такой фейерверк эмоций, с которыми он не в силах справиться. Петя уходит не от Лизы, а от вечной Лизиной, например, позиции жертвы, что она такая бедная, она такая несчастная, она ходячая депрессия, и он должен ее пожалеть, утешить, заменить ей отсутствующего папочку и так далее. Вот выключи фантазии, включи разум, аналитику и логику. И подумай логически, от чего в тебе ушел твой мужчина. Какой части тебя он не выдержал? С какой твоей стороной он конкретно не справился и не захотел справляться? Может быть, в тебе есть какая-то очень сильная, контролирующая, властная сторона. И вот эта попытка взять его силы и загнать под каблук, и сделать таким, как я хочу, его не устроило, и он слился. Может быть, в тебе есть истерическая такая невротическая сторона, липкость, постоянное цепляние. А почему ты не звонишь? А когда ты позвонишь? А я соскучилась. А вернись оттуда, сюда. Ты идешь с друзьями. Ну да, конечно, я буду тебя сидеть, одиноко ждать. У меня-то подруг нет и так далее. Может быть, в тебе действительно есть липкая сторона, которая ему была неприятна, и он решил от нее уйти. Может быть, в тебе есть сторона гиперэмоциональная, королева драмы, которой постоянно нужен фейерверк и накал страстей. И ты мотала его вот на этих качелях от эйфории до драмы, от любви до ненависти, от счастья, экстаза до трагедии. И вот он болтался на этих качелях, а потом ты его просто этими качелями вымотала, и он от вот этой королевы драмы просто сбежал, потому что он не мог постоянно жить вот на таком градусе страстей. Не мог он постоянно этот накал поддерживать. В общем, это я сейчас предполагаю и рассказываю, как бывает, а ты подумай логически, что было у тебя, что он тебе предъявлял, что его не устраивало, с чем ему было тяжело справиться, на какой почве вы ругались, ссорились, конфликтовали и не понимали друг друга. Вот от этого, скорее всего, он и ушел. Подумай, запиши, проанализируй. Бывает так, что мужчина уходит даже от того, что ты объективно считаешь своим достоинством, например, ты очень заботливая, нежная и женственная. Думаешь, я так о нем заботилась, а он ушел. То, что ты считаешь достоинством, для него вполне может быть недостатком. Точнее, не недостатком, а тем, с чем он не хочет справляться. Например, твою заботу он воспринимал и интерпретировал как гиперопеку. Мамочка меня опекает. Мамочка превращает меня из мужчины в какого-то слабого сопливого мальчика. И я не готов себя так чувствовать. Я не готов проживать такой опыт. Я не готов к таким отношениям мама-сын. И поэтому я ухожу из этих отношений. Ухожу не от женщины, а от ее постоянной материнской опеки. После того, как ты поймешь, от какой части тебя, от какой твоей стороны мужчина ушел, подумай, в каких отношениях ты сама находишься с этой стороной. Тебе самой нравится это качество в тебе, твоя вот эта субличность. Например, твоя забота гиперопека или твоя властность, твоя авторитарность, может быть, твоя амбициозность. Подумай, готова ли ты пожертвовать этой частью себя во имя отношений с этим мужчиной? Бывает такое, что ты не хочешь отказываться от этой стороны себя, и не нужно этого делать. Например, мужчина не выдержал твоих гиперамбиций. Например, ты действительно такой человек, которому нужно полюбить так королеву, проиграть так миллион. Ты действительно хочешь очень высоко подняться. Ты мечтаешь о гиперуспехе. Тебе нужны супер какие-то высоты, карьерные, профессиональные, материальные. И ты не готова на меньшее. И мужчина, может быть, просто понял, что он не выдерживает твоих амбиций, что он не тянет твои амбиции, что ему неуютно рядом с твоими амбициями, и он ушел, потому что понял, что вам не по пути. Так вот, подумай, тебе действительно так важны эти амбиции? Вполне возможно, что да, и тогда ты должна отпустить этого мужчину и понять, что сейчас освободилось место для мужчины твоего калибра и твоего размера, понимаешь? И ничего такого страшного тогда нет в том, что от тебя ушли. Это не значит, что ты плохая, недостаточно хорошая. Это значит, что вы друг другу не подходили. Этот мужчин, с этим мужчиной твои мечты никогда не могли бы сбыться. И поэтому не надо бежать за ним вдогонку и предавать себя, предавать свои мечты, предавать свои цели и предавать свою сущность, то, кем ты являешься. Освободи место и пригласи мужчину, который подойдет тебе и с которым ты быстрее и легче придешь к своим целям, мечтам и к той жизни, которую ты действительно хочешь. Бывает так, что ты понимаешь действительно, да, наверное, это качество мне самой в себе тоже не очень нравится. Наверное, мне самой не нравится быть, например, вот такой вот контролирующий, может быть, мне не нравится быть такой гиперопекающий, может быть, мне самой не нравится быть мамочкой для мужчины, может быть, то есть я сама хочу уйти от того, от чего убежал вот этот мужчина. Я сама хочу избавиться от этой стороны себя. И тут тебе, конечно же, в помощь и психотерапия, и многие методики, про которые я уже рассказывала. Например, методика шестишагового рефрейминга, которая помогает любое твое качество трансформировать, видоизменить, ведь любой наш недостаток – это просто достоинство, которое вышло из-под контроля, и которым мы неправильно пользуемся. Поэтому ты можешь попробовать сделать шестишаговый рефрейминг. Ссылочку на это видео даю. С помощью шестишагового рефрейминга ты сможешь трансформировать ту часть себя, от которой убежал мужчина, и стать новым человеком обновленной версии самой себя. И очень важно здесь понимать, что если ты хочешь вернуть мужчину, не пытайся вернуть его на крючок жалости. Это очень популярная ошибка, когда девочка думает, что сейчас я покажу ему, как мне плохо, как я страдаю, как я без него тут гибну и разрушаюсь, и ему станет прям… «Так жалко меня, так виноват, и он прибежит». Ты правда хочешь, чтобы он пришел к тебе из жалости, из чувства вины, из чувства стыда? Ты действительно хочешь держать его вот этим вот липким чувством? Ну да, она без меня не может, без меня она совсем никто. Я думаю, что такие отношения достаточно бесперспективны, достаточно печальны для вас обоих, поэтому если ты хочешь его возвращать, тебе нужно будет дать ему наживку поинтереснее. В частности, очень хочется вернуться к счастливой женщине. Вообще хочется идти и возвращаться, и приходить туда, где хорошо. Так вот, чтобы он к тебе захотел вернуться, тебе как минимум должно стать хорошо. Так что, если ты хочешь вернуть мужчину, у тебя, в принципе, такая двухшаговая стратегия. Сначала ты разбираешься, от чего он ушел. Если ты понимаешь, что тебе это качество не нужно, ты его трансформируешь, ты обновляешь себя, и после этого ты вводишь себя в состояние огромного счастья, приятия и любви. То есть ты начинаешь наслаждаться обновленной собой и своей обновленной жизнью. И это очень хорошая приманка, на которую мужчина действительно может очень быстро вернуться. Но если тебе вдруг непонятно, как ты можешь стать счастливой, как ты можешь наслаждаться, когда Васьки-то родимого нет в твоей жизни, тогда я приглашаю тебя на мой новый курс «Сила любви». Программу этого курса я даю в описании к этому видео. Зарегистрироваться ты можешь по ссылочке. Этот курс как раз о том, как стать женщиной-магнитом, как стать той женщиной, с которой мужчины хотят быть, с которой мужчины тянутся, с которой мужчины ценят. Это курс о том, как обрести взаимную любовь и счастливые отношения. Он подойдет как тем, у кого уже есть отношения, так и свободным девушкам одиноким. И, конечно же, он подойдет тем, кто в кризисе, у кого отношения на грани, либо кого только что бросили, и вы хотите все исправить. Поэтому, если хотите, присоединяйтесь. Курс начнется совсем скоро, пока цена оптимальная. Так что торопитесь регистрироваться и количество мест у нас ограничено. Ну что ж, кстати говоря, мы еще не поговорили о второй версии, когда мужчина ушел от вас кому-то. Опять же, вы думаете, он ушел к Маше, значит, Маша лучше меня. Это совсем неверно. Он ушел не к Маше. Он ушел к тому, что есть у Маши и чего нет у вас. Но как действовать, если у вас появилась соперница, и как победить соперницу, я тоже уже рассказывала в своем прошлом видео. Вы можете его посмотреть. Даем ссылочку здесь, здесь. Так что, девчонки, запомните раз и навсегда одну святую истину. Высший вселенский кармический смысл любого расставания заключается в том, что вселенная освобождает вам место для чего-то лучшего. Точнее, для кого-то лучшего. Для кого-то, кто вам больше подходит. Для кого-то, с кем ваши мечты быстрее сбудутся. Для кого-то, с кем вам проще быть счастливой в отношениях. Поэтому я бы, когда мужчина уходит, махала ему ручкой, слала воздушные поцелуи, благодарила за опыт и говорила, блин, что же теперь меня ждет? Если этот мужчина был хороший, мне с ним было хорошо, то что же будет дальше? Потому что дальше всегда будет больше, лучше и круче. И я бы, на самом деле, всегда открывалась для нового и смотрела в будущее. Но если вам не в моготу это делать, если вы все-таки зациклены на прошлом, ну что ж, теперь вы, по крайней мере, знаете, что вы можете сделать для того, чтобы что-то вернуть. Ставьте лайк, если это видео было вам полезно. Подписывайтесь на мой канал. Я очень рада, что нас становится больше. И, конечно, жмите колокольчик. Буду рада увидеть вас в прямом эфире и ответить на все ваши вопросы. А самое главное, помните, я вас люблю, и вы ничего не можете с этим поделать.